МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайная ситуация на телеканале Беларусь-4. И сегодня мы затронем тему, которую на телевидении, в газетах и радио стараются не обсуждать. Такое явление, как суицид, в центре нашего внимания сегодня. Мы разберемся, по каким причинам люди принимают решения добровольного ухода из жизни. Невыдуманные истории гомельчан и комментарии специалистов. Мы попытаемся ответить на вопрос, в чем заключается природа этих поступков и можно ли их избежать. Как помочь человеку, который запутался в жизни и не видит выхода. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире решение добровольно уйти из жизни принимает около 800 тысяч человек. Среди них 30 тысяч китайцев, 260 тысяч индийцев, 40 тысяч американцев, 30 тысяч русских, 20 тысяч японцев и 10 тысяч украинцев. Все эти государства относятся к группе стран со средним уровнем самоубийств. Сюда же причисляют и Беларусь. Более 50% из этих суицидентов – это люди трудоспособного возраста, но не имеющие работы, не имеющие постоянной занятости. Порядка 50% не имели официальной семьи. Более 40% находились в состоянии алкогольного опьянения. Находились в тяжелых, скажем так, социальных и материальных условиях. Уровень самоубийств – это соотношение количества завершенных попыток самостоятельного ухода из жизни на 100 тысяч человек населения. Вот данные официальной статистики. За 9 месяцев текущего года уровень завершенных суицидов в Гомельской области составил в среднем 18 человек на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах это 263 удавшиеся попытки добровольного ухода из жизни. Если сравнить с показателями 2016-го, то прирост составил почти 9 смертей. Рост уровня суицидальной активности наблюдается в семи районах области – Брагинском, Житковичском, Кармянском, Мозорском, Наравлянском, Рогачевском и Гомельском. Первое место в мире по уровню суицидов занимает Гаяна, страна, расположенная на северо-востоке Южной Америки. В этом небольшом по площади государстве на 100 тысяч населения в среднем регистрируется от 40 до 44 самоубийств, при том, что в стране всего проживает 740 тысяч человек. Причины – глубокая бедность, злоупотребление алкоголем и, учитывая аграрный уклад экономики, легкий доступ к смертоносным ядам – пестицидам. Все это делает Гаяну самым суицидальным местом на Земле. Причины суицидов, они вообще очень многообразны. Это большое значение имеют социальные, конечно, факторы, социально-экономические. Мы говорим, что это потеря работы, это потеря социального, потеря экономического статуса. Это тяжелые болезни соматические, тяжелые депрессии, злоупотребление психоактивными веществами. Все-таки порядка 50% людей находятся в состоянии алкогольного опьянения, когда они совершают. Это ведь тоже немаловажно. Если, к примеру, в Японии среди тех, кто принял решение добровольно уйти из жизни, 60% престарелые люди, то у нас подавляющее большинство – это люди трудоспособного возраста. В стране восходящего солнца такое положение объясняется отчасти особенностями менталитета нации и нежеланием стариков быть обузой для близких. У нас ситуация далеко не однозначная. Практически половина не имеет устойчивого, стабильного заработка. А если взять статистику по полу, мы знаем, что более 95% мужчины, то, в общем-то, наверное, социально-экономический фактор, он играет немаловажную роль. Среди других причин – асоциальный образ жизни, глубокие внутренние переживания, потеря близких, безответная любовь, финансовые трудности, долги, пресыщение жизнью, болезни. Примерно такая же градация и в других постсоветских государствах – России, Казахстане, Украине. В умах славянских людей проблемы, связанные с физическими недугами, видимо, меньше всего вызывают мысли суицидального характера. Для нас важно место в социуме и понимание, чем мы можем быть полезны людям. К данному поступку наиболее подвержены лица, которые страдают депрессией. Значит, на втором месте – это лица, которые злоупотребляют алкоголем. Потом идут лица, которые злоупотребляют наркотиками, являются носителями расстройств личности. Я имею в виду о клиническом расстройстве личности или, как раньше это называли, психопатией. И, в общем-то, есть еще причины, но они уже не настолько велики. С января по сентябрь 2017 в Гомельской области было зарегистрировано порядка 800 попыток добровольного ухода из жизни. Это случаи, в которых медикам удалось вовремя оказать помощь людям. К слову, те, кто принимают решение о самоубийстве, часто не обращаются по вопросам своих психологических проблем к специалистам. По статистике, это делает лишь каждый четвертый потенциальный пациент. На территории Гомельской области в последнее время наблюдается некоторый рост как количества завершенных суицидов, так и попыток добровольного ухода из жизни. Глобальный кризис затормозил финансовые рынки, у людей образовались долги, кто-то потерял близких, остался наедине со своими бедами или не смог пережить результаты собственных ошибок. Палитра причин, по которым люди принимают решение свести счеты с жизнью, на самом деле многообразные. Просто люди неправильно оценили свои проблемы, сложили руки там, где надо было бороться, преувеличили ситуацию, которая по большому счету не стоила слез и переживаний, не смогли найти человека, который бы просто выслушал. В июне 2015-го в самом центре Гомеля свести счеты с жизнью попыталась молодая девушка. Она взобралась на самую высокую точку дуги пешеходного моста через Егусош и предупредила, что если к ней приблизится милиция, то она обязательно спрыгнет. Девушка пробыла на арке 15 минут. Сотрудники освода мониторили водную поверхность, а МЧС пытались вступить в диалог с наделавшей шума гомельчанкой. Но девушка плакала и грозилась спрыгнуть. Казалось, спасти ее могло только чудо. И оно произошло. Отговорить от необдуманного поступка отчаявшуюся верхоласку смог епископ гомельский Жлобинский Стефан. Он пришел на место происшествия, как только узнал о случившемся, и нашел слова, которые помогли девушке принять единственно верное решение – не пренебрегать своей жизнью. Часто причиной является необходимость человека избежать какой-то тягостной для него и неприятной ситуации. Например, это может быть какие-то негативные взаимоотношения с другими людьми, конфликтные ситуации, ситуации, когда человек себя чувствует не в той тарелке и, например, больше не может выносить того или иного окружения. Для некоторых попытков суицида способ обратить на себя внимание, избавиться от чувства вины или наказать окружающих за то, что те не смогли выслушать или понять. Одним из условий является крик о помощи. Крик о помощи – это тогда, когда человек очень часто говорит о какой-то неприятности или о каких-либо своих мыслях, но, однако, окружающие люди его не слышат. Для Софьи потеря в автокатастрофе самого дорогого ей человека обернулась не только личной трагедией, но и затяжной, изнуряющей депрессией. Женщина не могла ни есть, ни спать, винила себя в смерти мужа, не находила утешения и среди подруг. Я не знал, куда податься. Может быть, если бы у меня была тогда работа, или если бы я могла куда-то направить свои силы, ничего бы этого не произошло, но я осталась как-то одна. Ничего другого не оставалось. Первоначально, как глушить его алкоголем. Спиртное сыграло злую шутку. Софья выпила для храбрости и наглоталась таблеток. Однако сильная боль, ставшая результатом отравления, заставили ее вызвать скорую помощь. Женщину спасли, проведя процедуру дезинтоксикации организма. Сейчас уже спустя много лет я смотрю на это и понимаю, что очень опасно оставаться одной наедине со своим горем. Это самое основное, что толкают людей на такие поступки, которые не стоят того, чтобы их совершать. По мнению специалистов, признаками того, что человек может совершить суицид, являются странности поведения. Человек может быть грустен, он может говорить о плохом, он может не следить за собой, или он может быть наоборот достаточно весел, энергичен, он может раздавать свои вещи, делиться деньгами, он может рассказывать людям о том, что в конце концов все эти трудности у него скоро закончатся, у него будет все в порядке. Задача близких – быть чуткими, не иронизировать, если человек воспринимает все слишком серьезно, постараться в трудную для него минуту протянуть руку помощи. Чаще всего люди боятся какого-то учета, о котором они постоянно думают, и о том, что якобы будет испорчена у них жизнь. В настоящий момент существуют анонимные приемы психологов и психотерапевтов, когда человек приходит, не предоставляя каких-либо свидетельств о их личности, паспорта или каких-либо документов. И он элементарно может поговорить со специалистом и, в общем-то, разрешить свой внутренний конфликт или разрешить свои страхи. Неприятная история Федора началась после того, как мужчину сократили на работе. Дома начались скандалы и ссоры. Болит расставания с женой и детьми долго не проходило. Чем дольше в его жизни отсутствовала работа, тем чаще он выпивал. Дальше лечение на стационаре и реабилитация. Специалисты мужчине помогли. Сегодня уже мало что в жизни Федора напоминает о тяжелых испытаниях судьбы. Сейчас у нас семья, да, прекрасная, дети. То есть все хорошо, я бросил полностью пить. Тяжело представить, что бы было, если бы скорая не успела. По словам психотерапевтов, мужчины доводят попытки суицидов до завершения в 95% случаев. Женщины примерно в 50%. Это обусловлено не только отличиями в психологии представителей сильной и слабой половине человечества, но и целями, которые они хотят достичь с помощью таких поступков. Очень часто здесь фигурирует обида и возможность, по мнению, естественно, человека, пытающегося совершить самоубийство, каким-то образом наказать тех людей, которые его не слышат. Возможно, продемонстрирует то, что он тот человек, который заслуживает определенного к себе внимания. Не исключено, что по этой причине в мае 2012 года покончить жизнь самоубийством решили две девушки. Сразу после праздничных гуляний они пошли на автомобильный мост через СОЖ и, преодолев ограждение, стали готовиться к прыжку. Прохожие обратились за помощью к патрульным. Те отреагировали мгновенно. Подъехали на мост, увидели много гражданских машин, стоявших, скорую помощь. Подойдя, выйдя с машины, к нам подбежали гражданские, сказали, вот девчонки хотят спрыгнуть. Обошли машины с обратной стороны, чтобы нас не видели девчонки. Попытались войти с ними в контакт, после чего одна девочка сказала другой, давай будем прыгать. Нас приехали спасать. Быстро перескочив через парапет, нам удалось только одну девчонку поймать, а вторая как бы уже спрыгнула. На помощь к утопающей бросился второй сотрудник ОМОНа. Мужчина спустился по склону моста, снял верхнюю одежду и поплыл. Несмотря на то, что потерпевшая провела в 4-градусной ледяной воде почти 10 минут, она смогла прийти в чувства и поблагодарить своего спасителя. Она уже практически начинала терять сознание, то есть переохлаждение уже давала свое. Я так понял, что умирать она совсем не хотела. Боролась до конца. А ведь до подобных ситуаций себя лучше не доводить. Сегодня по любым проблемным вопросам, касающихся сферы здоровья и взаимоотношений, специалисты готовы оказать квалифицированную помощь. Специалисты располагают соответствующими методиками диагностики. Специалисты располагают опытом. Специалисты располагают широким спектром медикаментов, а также широким спектром психотерапевтических методик, техник и направлений. Значит, однозначно, человек может быть спасен тогда, когда он обратится к специалисту. Даже если посмотреть на эту проблему по-философски, то жизнь – это подарок, которым Бог награждает каждого. Может, вопрос в том, что не все мы можем по достоинству его оценить и правильно воспользоваться. Берегите себя. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова